31 марта 2017 года советник председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Чедаев открыл цикл всероссийских публичных лекций, посвященных вопросам современной российской политики. Первым городом, который посетил чиновник, стал Тамбов. Вот уже 17 лет во главе нашего государства стоит один и тот же человек. Через год состоятся очередные выборы президента. И не исключено, что нынешний глава государства останется в занимаемой им должности еще как минимум на 6 лет. За все эти годы было реализовано множество реформ, о значимости которых рассказал советник председателя Госдумы Алексей Чедаев. Я хочу сказать, что политизация общества уже началась накануне президентской кампании, следующего года это неизбежно, и это само по себе неплохо. Но весь вопрос в том, каково качество дискуссии о будущем страны. Ведется ли она в формате взаимных претензий, или ведется она в формате ответственного разговора о том, что дальше будет и что дальше делать с Россией. По словам чиновника, лекция в стенах ТГУ имени Державина не носит агитационного характера. В ходе лекции был освещен ряд вопросов. Лекционная часть проходила в форме диалога, а после нее любой желающий мог задать интересующий вопрос. Мой вопрос такой, почему это случается все чаще и чаще, у государства не осталось других очков под действием на молодежь, и еще такой небольшой вопрос, не кажется ли вам, что митинги стали той площадкой, после которой обратили государство, обратили внимание на молодежь. Спасибо. На все вопросы Алексей Чедаев отвечал развернуто и обдуманно. Образование и агитация. Напоминаю вам цитату, которую приписывал в бисмах, хотя ее изначально автору вовсе не писал. Да, полтора века назад было сказано, значит, по поводу франка русской войны, закончив 1871 годы, о том, что битва при Садовой выиграла русский школьный учитель. Следуя вашей логике, значит, за эту фразу можно было бы вполне понять какое-нибудь обвинение в использовании образования как агитации. Да, при этом речи человек идет же не просто там о политике, а о войне. Да, чтобы, оказывается, это русский школьный учитель испытал, значит, такое количество солдат, которые смогли, значит, пойти дальше на войну и убедить в путь. В конце лекции чиновник подвел итоги своего выступления, выразил желание вернуться в Тамбов еще раз и объяснил, почему именно административный центр Тамбовской области стал первым городом, в котором было проведено выступление перед студентами гуманитарных факультетов. Я больше добивался не того, чтобы что-то усвоили, а того, чтобы люди задумывались. И, конечно, аудитория преимущественно гуманитарии, что меня радует, естественно, и сам гуманитарий. И да, для меня важно качество разговора, качество диалога на эти темы. И важно, чтобы этот диалог шел не только на столичных площадках. Тут не в последнюю очередь даже не столько о Тамбове речь, сколько об университете имени Державина. Здесь проводится большая работа, именно связанная с темой парламентаризма. Здесь есть школа молодых парламентарий. Ввиду последних политических событий, диалог чиновников с молодежью просто необходим. Политика диалога отличается от политики реальных дел тем, что важно заниматься не только делом, но и объяснять людям, зачем это нужно. Эту мысль и пытался донести до студентов Алексей Викторович Чедаев. Владимир Иванов, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказово.